Ну лишний раз убеждаешься, что какую важную роль играют иностранцы, хорошие иностранцы в команде, которые способны на счет раз-два взять и перевернуть игру. Доминировали два периода, играли очень хорошо, но вот этот отрезок, я не знаю, из трех минут, который взял и перевернул все с ног на голову. Но с другой стороны, для нашей команды, для нашей молодой команды это только плюс, такие игры как раз нужны, вот их было много. И наконец-то я рад, что мы эту игру все-таки перевернули и довели ее до победы. И ребят, с победой, спасибо. Владимир Владимирович. Ну, я уже говорил, что у нас появилось в течение последних двух матчей большое количество новых игроков, молодых игроков. Мы, в общем-то, хотим дать им возможность себя проявить, посмотреть, как они могут играть на уровне КХЛ. Было сложно, потому что для того, чтобы войти, нужно определенное время. Первые два периода соперник владел преимуществом. В третьем периоде мы сделали определенные перестановки и стали играть тактически более грамотно, смогли сравнять, выровнять игру и, в общем-то, забить два важных гола. Но большинство соперников сегодня было лучше. У меня все. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Николай Бумуснов, Копейский рабочий. Владимир Владимирович, вы сказали про молодежь. Сегодня под корытов Шепелев, в вашем шорт-листе есть еще молодые игроки, которые в ближайших домашних матчах, может, выездные? Ну, я говорил уже о том, да, что у нас много ребят играло по ходу сезона. Да, это сейчас мы сделали, в общем-то. Мы ввели большую группу. Нам очень интересно посмотреть. Я понимаю, что есть ошибки, мы допускаем, там, технические, еще какие-то. Но важно, надо посмотреть, кто держит из них уровень КХЛ, да, кто не теряется, и на кого мы можем, в общем-то, рассчитывать. И да, мы рассматриваем, у нас есть определенные мысли, но от игры к игре мы будем смотреть. Может быть, кого-то еще введем, кого-то поменяем. Хочу вас прочитать. Ну, все варианты возможны, но мы все-таки должны цепляться. И сегодня, я говорю, что в третьем периоде, то, что мы сумели сравнять счет. Ну, соперник, я говорю, что очень хорошее большинство. Хорошее большинство, действительно, здорово использовали. Спасибо. Спасибо. Дима Владимирович, чем вы описали первый период, чтобы стал для начала матча? Много новых игроков. Они попали первый раз сюда. Где-то волнение, где-то мы играем немножечко. Немного у нас система игры другая. У нас другая система игры. Я говорю, что просто в третьем периоде уже где-то адаптировались. А так, вначале были, допускали бы индивидуальные ошибки. Именно в плане построения игры. Вопрос к твоим тренерам команды потеряли шанс на плей-офф. Какая мотивация? Какая мотивация? Что-то делать на вашей команде. Что-то делать? Что-то делать? Какая мотивация? Играем для зрителей. У нас три игры домашних. Будем для них играть. Постараемся, чтобы полные трибуны были. Плюс у кого-то контракты заканчиваются. Руководство будет следить, смотреть. Какая может быть мотивация? Играть, выходить и играть в хоккей. Я думаю, что у нас похожая ситуация. Я думаю, что у нас похожая ситуация. Даем проявить себя игрокам, чтобы они показали свой уровень и старались, бились за победу. В том числе мы даем возможность тем игрокам, которые раньше не получали шансы. Есть ребята, которые вообще раньше не играли в составе трактора. И несомненно, спасибо зрителям, которые нас поддерживают и приходят на хоккей. И мы в общем-то стараемся двигаться вперед.